Мир накануне грандиознейших событий. Я уже как-то намекал год, полгода назад, повторял, что мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг, и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем своим событиям очень шумным должен быть, но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно то ли еще будет. Никто из сильных мира всего, особенно американцы, не хотят этой многополярности. Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Атлантического и Индийского океана. Хуситы и прочее идут показательные бомбардировки ради только того, что предстоящие выборы в Америке. И надо показать свой героизм. Какой я крутой! Боюсь, что эта дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя. Подумайте над тем, что я сказал. Но наша задача одна. Мир и покой в нашем государстве. Еще 25 раз повторю. Роман Александрович, будет экономика, будет мир, будет и покой. Естественно, от вас, от правительства. Да и от всех нас. Это во многом зависит. То, что мы должны сделать и то, что мы сделали, естественно, за всем этим стоит личный вклад каждого из присутствующих. Прежде всего, каждого из присутствующих. Потому что здесь не просто элита, здесь верхушка нашего государства. Все руководство. И люди, которые несут правду в общество, борются за эту правду. И те, кто своими достижениями достиг высоких вершин.